Всем привет, друзья! Очень рад снова быть с вами. Сегодня хочу немножко вернуться к нашему первому рецепту сыра. И я также отвечу на те вопросы, которые возникали, чтобы это было как отдельное видео. И также обращу внимание на несколько проблем, которые могут возникать. После того, как я сделал видео рецепт этого сыра, мягкого, кисломолочного с ферментов, я дважды повторил этот рецепт и попытался учесть все нюансы, о которых я говорил, для того, чтобы понять, упустил я что-либо или нет. И единственное, что я не показал, как я делаю, посолка сыра. Очень важный нюанс. Саму посолку нужно делать очень аккуратно, для того, чтобы не повредить сыр. Он еще на этом этапе достаточно мягенький. В зависимости от того, сколько соли вы дадите этому сыру, это и определит то, каким он будет. Если его посолить слабше, то у вас будет хороший плесневый сыр. Некоторые частые проблемы, которые встречаются, о которых пишет Дэвид Эшер в своей книжке, можно там об этом почитать. Если плесень не появляется, во-первых, вы пересолили сыр, либо вы его держали в сухих условиях, и она не успела образоваться. Также, третий нюанс, это может быть у вас что-то с закваской неправильно. Кстати, вопрос, который некоторые люди задавали, это, когда я добавляю плесень. Опять же, если я использую закваску на молоке просто, кисломолочную закваску, то мне плесень добавлять не нужно, она там есть. А еще один нюанс, который у меня первое время был, это появление голубой плесени на нашем сыре, который должен вызревать с белой плесенью. Во-первых, вы можете содержать его в очень холодных условиях. Температура ниже 8 уже, это будет температура голубого сыра. Никак не сыра с белой плесенью. Опять же, но с другой стороны, это возможно. То есть температура должна быть ближе к 10 градусам. Если сыр ваш пересох, у него недостаточное развитие плесени белой, то и голубая будет более активно проявляться. Как точно, чтобы этого не было, очень важный этап. Высокая влажность комнатной температуры. Когда они покрываются плесенью, как вы видели на видео с моим сыром, тогда его можно отправлять на созревание уже в холодную температуру, на опять же влажные условия. И еще пару вопросов, которые возникли просто по последнему видео. Елена Боченко спрашивает, сколько по времени активна сыворотка и где ее лучше хранить в холодильнике или просто при комнатной температуре? Если вы делаете твердый сыр, то сыворотка должна еще сутки после этого скиснуть, чтобы стать максимально активной. То есть она должна быть кислой. Если же вы готовите сыр по типу шевра, мягкий, кисломолочный с ферментом, то сгусток набирает кислотность на протяжении суток. И получается, вы выжидаете вызревание сыворотки именно в своем сгустке. Поэтому на тот момент, когда вы начинаете отбрасывать сгусток шевротом либо по формам, либо на ткань для оттекания сыворотки, эту сыворотку уже можно использовать. Сколько ее можно использовать после этого? Я скажу это как закваска для хлеба. Если она будет менее активна, как закваска для хлеба, так и сыворотка, результат может быть нестабильным. Поэтому лучший вариант использовать ее в течение еще суток. Если больше суток, опять же, выбрасывать не нужно. Попробуйте. В вашем случае вы увидите, вы адаптируете свою работу с сывороткой под свои условия, под себя. Поэтому точного ответа так или так нет. Подстраивайтесь, смотрите, что работает для вас. Также я говорил о документе, в котором идет сравнение разных сырных погребов. Я его добавлю в описание видео, ссылочку. На этом, пожалуй, все. Если это видео было вам полезным, поделитесь с кем-то, кому также это будет полезно. До завтра. Продолжение следует...